В штабе народного депутата Украины и кандидата в народные депутаты Сергея Кивалова заявляют о политическом и правовом давлении. Речь идет об утреннем вторжении в помещении избирательного офиса политика. Напомню, несколько десятков молодчиков, возглавляемые двумя кандидатами в нардепы по 135 округу, ворвались на территорию Международного гуманитарного университета, частного вуза, где и находится штаб Сергея Кивалова. Правовое незнание, оно приводит к правовому беспределу, поэтому мы еще раз подчеркиваем, что штаб находится на законных основаниях, на основании договора аренды на территории частного университета. И то, что сегодня произошло, это, во-первых, вторжение на частную собственность, а во-вторых, это прямое преступление, оно квалифицируется как минимум как хулиганство. Националисты запугали молодых парней и девушек, волонтеров штаба, хамили преподавателям МГУ, а также уничтожили часть предвыборной агитации. Стоит штаб, никакой охраны, никого нет, все ходят, пожалуйста, работай, все доступно, все открыто. В штабе, когда они завалились туда толпой, извините меня, там сидело пять девушек, пять красивых, умных девушек, которые, ну, просто работали, выполняли нормальную свою работу. Более того, они реализовывали на тот момент одну из социальных программ, которая действует не в рамках выбора, хочу подчеркнуть, а уже на протяжении многих лет. Это бесплатная стоматологическая помощь, это компьютерный курс, и многие-многие есть программы социальной поддержки одесситов, которые не действуют, в отличие от многих других кандидатов, в предвыборный период. Они действуют на протяжении всех тех лет, что Сергей Васильевич представляет в парламенте Приморский район. Сами организаторы и сами участники этого процесса вели себя в Хамске. Там были уважаемые люди, профессуры, были уважаемые люди, которых знают в городе, которые работают в штабе. И отношение к ним было, ну, знаете, только чуть ли не на ты, и так, с улыбкой, с насмешкой. Был сделан такой, знаете, такой пиар-ход с их стороны, такой черный, на имени Сергея Васильевича Килова. Ну, это противно, неприятно. Для того, чтобы стать народным депутатом или стать депутатом, нужно идти к избирателям, нужно общаться с людьми, нужно убеждать одесситов, а не шарахаться по чужим штабам и не вносить деструктив. Молодчиков смутил тот факт, что сотрудники и студенты Юрокадемии МГУ работали в избирательном штабе Сергея Кивалова, который является президентом этих вузов. Данные университеты – это 2,5 тысячи рабочих мест и более 20 тысяч учащихся. Очевидный факт – успехи указанных учебных заведений – неоспоримая заслуга именных основателей и руководителя. Так почему же благодарные преподаватели и студенты не могут поддержать Сергея Кивалова? Сколько всего сделал Сергей Васильевич для города и для наших студентов? Сколько есть возможностей для того, чтобы реализовать себя, учиться, работать, заниматься спортом, культурой, наукой и все остальное? Так, поэтому, правда, будет много желающих и студентов, и выкладчиков, кто будет хотеть участие и помогать, и быть волонтером, и быть в команде Сергея Васильевича. Никогда в жизни не агитирует никто, никогда в жизни никто никого не принуждает. Более того, если у кого-то есть желание работать в качестве волонтера, конечно, он работает. Это естественный процесс. Люди, которые могут заявить о своей позиции, хотят поддержать своего кандидата Сергея Васильевича Кивалова, президента университета, конечно, они это делают. Представители этих университетов баллотируются от разных политических сил, и никто их не агитировал идти помогать тому или иному кандидату. К слову, мать кандидата по 135 округу от нацкорпуса – преподаватель МГУ, а сам выдвиженец – бывший студент юрокадемии. Так что не понаслышке знает о максимальной демократичности руководства вузов. У нас от университета есть огромное количество кандидатов в народные депутаты. Это и Квасницкая депутата детского городского совета, она второй номер в Самопомичи. Это и огромное количество не только в Приморском районе, но и в Суворовском, и в Малиновском, и в Киевском районах кандидатов, которые являются или студентами, или преподавателями нашего вуза. Но это нормально, это демократия. У нас никто никого не принуждает, не заставляет. Мы очень хотели провести избирательную кампанию в рамках закона, грамотно, с соревнованием программ, тезисов и взглядов политиков. К сожалению, мы сегодня наблюдали, что новые кандидаты в народные депутаты хотят проводить эту избирательную кампанию по-своему. Возмущены поведением радикалов и независимые политические эксперты. Говорят, такое недопустимо в государстве, в котором действует верховенство права. Я очень хочу верить, что таких действий больше совершаться не будет, потому что они опять возвращают нас куда-то в такое очень темное прошлое. Сегодня в студии одного из каналов я рассказывал о исторических очерках, написанных в канун окончания Первой мировой войны, а точнее посвященных столетию ее окончания. И вот события, которые происходили на этой территории в 2018-2019 году, очень напоминают частично то, что мы видим сегодня. Тогда тоже были гражданские группировки, банда Маруси, Махновщина и многие другие военизированные гражданские соединения, которые таким силовым путем пытались каким-то образом построить тот или иной жизненный уклад. Ведь для каждого очевидно, люди, которые прикрываются лозунгами о честных выборах, творят настоящий беспредел. А правовую оценку действия молодчиков даст уже полиция. Соответствующее заявление подано в компетентные органы. В штабе Сергея Кивалова уверены, подобные провокации обусловлены лишь высоким рейтингом их кандидата и реальной народной поддержкой. Наш избирательный штаб и команда Кивалова продолжает принимать в свои ряды всех неравнодушных одесситов, которые хотят быть с нами вместе, которые хотят отстаивать здравомыслие, правовую позицию в нашей стране. Я призываю объединяться, потому что Одесса знает. Кивалов за Одессу.